Комплексный план реставрации Новгородского Кремля будет составлен в ближайшее время. Об этом в ходе совещания договорились губернатор Новгородской области Андрей Никитин с министром культуры России Ольгой Любимовой. Сегодня глава региона рассказал подробности. Реставрация Кремлевской стены проводилась в 50-е годы. Как говорят специалисты Новгородского музея-заповедника, после войны важно было восстановить Кремль быстро, поэтому не обошлось без ошибок. В результате проблемы накапливались годами. Обрушение участка стены стало толчком к активным действиям по сохранению новгородских памятников. Сначала состоялась видеоконференция губернатора Андрея Никитина с министром культуры Ольгой Любимовой, а затем и личная встреча. По итогам этого ВКС был подписан протокол, в котором зампред поставил задачи по финансированию этой истории со стеной на следующий год. Но и также одна из задач, которая была сформулирована, системно посмотреть на развитие новгородского Кремля. Я сейчас говорю не о конкретно Кремле, а о всем музее-заповеднике, Ярославном дворище и других объектах, которые на балансе находятся. Подходы к этому мы обсуждали с министром вчера. На реставрацию стены предусмотрено около 500 миллионов рублей в течение нескольких лет. Эти средства покроют не только ремонт аварийного участка, но и полноценную реконструкцию боевого хода по всей протяженности. Кремлевская стена – не единственный объект, который находится в сложном состоянии. Совокупный объем реконструкции новгородских памятников специалисты оценивают примерно в 4 миллиарда. Губернатор отметил, что при системном подходе возможно отремонтировать все объекты новгородского Кремля за 5-6 лет. Продолжение следует...